Двадцать третья тема. Предложения с однородными членами, связанными интонацией и сочинительными союзами и, да, ни, ни, текст Саяна-Шушенская-ГЭС. Однородные члены предложения – это члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и связаны с одним и тем же словом предложений. Например, по улице ветер гнал перья, стружки, пыль. Гнал что? Перья, стружки, пыль. Эти слова – однородные дополнения. Они отвечают на один и тот же вопрос и связаны с одним и тем же словом предложений. Следующий пример. Красивые пионы и тюльпаны цветут в парке. Цветут что? Пионы, тюльпаны. Эти слова – однородные, подлежащие. Отвечают на вопрос «что?». Предложения являются подлежащими. Однородные члены предложения А отвечают на один и тот же вопрос, В относятся к одному и тому же слову или поясняются одним членом предложения, В являются одинаковыми членами предложения, Г произносятся с интонацией перечисления, Д равноправны по отношению друг к другу и соединяются между собой с сочинительной связью. Примеры и способы соединения. Дети смеялись, шутили, радовались жизни. Дети что делали? Смеялись, шутили, радовались. Это однородные сказуемые. Способ соединения – интонация перечисления. Вовочка забыл дома дневник, пенал и учебники. Вовочка забыл что? Дневник, пенал и учебники. Это однородные дополнения. Способ связи, интонация и с помощью сочинительного союза «и». Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Не стало видно чего? Ни земли, ни деревьев, ни неба. Это тоже однородные дополнения. Они соединяются с помощью повторяющихся соединительных союзов. В этом случае союз «ни-ни». Следующий пример. Он коллекционировал и марки, и значки. Коллекционировал что? И марки, и значки. Это однородные дополнения. И здесь повторяющийся соединительный союз «и-и». Теперь перейдём к лексической теме. Проведём словарную работу. Мощность – куват. Уникальная – ноёб-нудыр. Каскад – пагоналардан и бурат таби-и, юки-сун-и шар-шара. Трещина – юрык-юрыльгян ер-дара. Водосбросный – сунх-таш-лайдигян. Агрегат – бырныча машина дан тузыльгян муракап машина. Причина – собак. Паводки – тушкэн. Умеренная – эртача методель. Расставим ударение в словах. Мощность – на первый слог. Уникальная – на третий слог. Каскад – второй слог. Трещина – первый слог. Водосбросный – третий слог. Агрегат – третий слог. Причина – второй слог. Паводки – первый слог. Умеренный – второй слог. Составляем словосочетания или предложения с новыми словами. На этой картине изображена Саяно-Шушенская ГЭС. ГЭС – это гидроэлектростанция. Текст. Саяно-Шушенская ГЭС. Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени Непорожнева. Крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Расположена в Сибири на реке Енисеи. Уникальная плотина станции высотой 242 метра – самая высокая плотина России и одна из высочайших плотин мира. Название станции происходит от названия Саянских гор и расположенного неподалеку от станции села Шушенская. Строительство Саяно-Шушенской ГЭС, начатое в 1963 году, было официально завершено только в 2000 году. В ходе строительства и эксплуатации ГЭС имели место проблемы, связанные с разрушением водоспросных сооружений и образованием трещин в плотине, позднее успешно решенные. 17 августа 2009 года на станции произошла крупнейшая в истории российской гидроэнергетики авария, ставшая причиной гибели 75 человек. Восстановление станции было в целом завершено 12 ноября 2014 года после пуска последнего нового гидроагрегата. Восстановление станции Саянский коридор имеет длину около 280 км, начиная с упадения в Енисей реки Химчик и заканчиваясь в районе Саяно-Горска. Климат в районе расположения ГЭС континентальный, умеренный. Минимальная температура января составляет минус 42 градуса. Максимальные температуры июля-августа 35-36 градусов. Саяно-Шушенская ГЭС представляет собой мощную высоконапорную гидроэлектростанцию приплатинного типа. Конструктивно сооружение ГЭС разделяется на плотину. Здание ГЭС с корпусами вспомогательного назначения. Водобойный колодец эксплуатационного водоспроса. Береговой водоспрос. Открытое распределительное устройство. Прочитайте текст. Постарайтесь перевести на узбекский язык. Найдите в тексты однородные члены предложения. Вопросы по тексту. Первый вопрос. Где расположена Саяно-Шушенская ГЭС? Второй вопрос. Когда начато строительство ГЭС? Третий вопрос. Когда была авария и сколько человек погибли? Четвертый вопрос. Каков климат в районе ГЭС? И пятый вопрос. Какова мощность гидроэлектростанции? Ответьте устно на вопросы. Теперь перейдем к выполнению заданий. Задание первое. Вместо точек поставьте подходящие союзы НИ, НИ и И. Проверьте. Первое предложение. Ни голоса людей больше уже не слышалось. Ни шум водопада не доходил до нас. Второе. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли днов, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Третье предложение. Все покрылось снегом, и земля, и деревья, и дома. Четвертое предложение. Ничто больше его не радовало. Ни подарки, ни книги, ни сладости. Проверили, посмотрели свои ошибки. Следующее задание выполните самостоятельно. Задание второе. Возразите на реплику, употребляя конструкцию с союзом НИ, НИ. Образец. Я думаю, что они были в Москве и в Санкт-Петербурге. Нет, они не были ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.